Агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну что ж, а мы жертвы агрессии. Мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнуты. Крацые выступления Путина на Валдае можно в очередной раз охарактеризовать, как «доктор снова потерял где-то таблетки», органическая неспособность Путина к элементарному связанному выражению своих мыслей, в полном отсутствии любых сдерживающих мотивов, постоянно приводит к таким казусам. Даже вполне разумная вещь, как официальное заявление о неприменении первым ядерного оружия по форме подается в абсолютно неприемлемом виде. Какие мученики, какие жертвы агрессии, о чем он вообще? Мученики – это, вообще-то говоря, дело добровольное. Путин застрял где-то 70 или 100 лет тому назад, когда война выглядела как тотальная деструкция противника. В сущности, это были бы его личные проблемы, равно как и наблюдающие его бригады врачей. Но в такой парадигме выстраивается, вообще-то говоря, стратегия национальной безопасности целой страны. А это уже чревато. В Америке многие считают, что у президента Трампа не все в порядке с головой, не прочь подвергнуть его соответствующему обследованию. Пока эта идея не пользуется достаточной поддержкой, чтобы перейти к практической плоскости. Думаю, однако, что если бы Трамп публично объявил, что в результате мировой ядерной войны американцы отправятся прямиком в рай, а их враги сдохнут, ситуация бы резко изменилась и с его обследованием уже поторопились бы. Дайте дедушке уже таблеточку, чтобы связь с космосом разобрать, и вилки с ножами и ножницами уберите подальше. Путинский режим вступил в стадию фараонизации. В смысле фараона больше волнует не скучная реальность, а организация своей загробной жизни. Пирамиду там побольше отгрохать, мумию пошикарнее замотать, и главное, как побольше слуг и рабов с собой на тот свет затащить и всякое такое. Путина вот устроит миллиончик 140 с собой прихватить. Я, собственно, только против общей цифры, верных слуг и всяких карателей, пускай забирает, чтобы ему не скучно было, но остальных не надо трогать. Путин пообещал не наносить ядерный удар первым. Медленно пятимся назад, смотрим, полчасто кланяемся и бубним. Спасибо, царь-батюшка, спасибо, царь-батюшка, спасибо, царь-батюшка. А как до двери дошли, так уж и текать, что есть мочи, и всех встречных предупреждать, чтобы подальше от палат держались, потому что государь, который и прежде умом не шибко был крепок, теперь уже совершенно помутнел рассудком. Правящая элитка, если она сама еще окончательно не съехала вслед за нацлидером, самое время ей переходить к активным действиям, как минимум уводить ботоксное посмешище с глаз общественности куда-нибудь подальше политическое закулисье. Очевидно, что дед больше себя не контролирует и может своими словами и действиями довести мир до самой настоящей катастрофы, отмотать которую после будет невозможно. Возникают большие сомнения, что Ротенберги, Дерипаски и прочие олигархи горят желанием на фоне ядерного гриба лететь в личных самолетах прямиком в рай за свихнувшимся стерхом Володей. Так что, воровайки, время действовать, причем немедленно. В путинском раю ворованные златые яхты вам не пригодятся. В связи с сегодняшней новостью вспомнилось от Шенгеровича «Я уже в раю? Да. А почему кругом колючая проволока? Разговорчики в раю». И новый анекдот. У всех россиян, кто попадет в рай, будет 72 Путина. От себя же я хочу добавить, что смотря сегодня на Владимира Путина мне пришла только одна, единственная крылатая уже фраза. Он ебнутый, Владимир Путин, чтоб вы поняли. Ну, а все остальное я не думаю. Скорее всего, Путин разыгрывает из себя клоуна, потому что все, что ему нужно, это вот эта медийная короткая разрядка, когда в зале кто-то похихикал. Это вообще раскрученный медийный персонал, который работает исключительно на публику. Никакой силы или, скажем так, никакой смелости у этого подворотного бандюгана нет и не будет для ядерной войны. В этом я практически уверен, потому что, если бы она была, то он бы действовал по-другому. Вот, скажем, у Адольфа были яйца в штанах. Так он и действовал, как он хотел, и плевать на всех. Шаг за шагом строил свою, так сказать, империю. И ни на кого не обращал внимания. Но у него в стране и силы для этого были, и все производство на войну работало, и цели. Конечно, он видел себя спасителем на земле и тоже верил, что прямиком отправится в рай. Это другой разговор, факт тот, что он действовал. А Владимир Путин ничего не может. Он только собирает упавшие ракеты, выступает на всяких там валдайских форумах и смешит публику. У некоторых немножко так мороз по коже. Но я бы сказал, не обращайте внимания. Я еще в прошлом ролике написал, пожалуйста, не выпускайте дедушку на публику. Дедушка устал, у дедушки плохо с головой. Вот это, скорее всего, можно о нем подумать. И уж поверьте, все его дружки просто так его кнопки не допустят. Либо создадут ему свою, его собственную реальность по его собственному телевизору, а сами потихоньку будут управлять. Скорее всего, Путина оставляют как шерму, а внутри, за его спиной, все пришло в движение. Есть определенные приметы, по которым можно понять, что что-то в Кремле происходит. Так что думают они скорее о том, как бы дедушку нейтрализовать по-быстренькому бескровно, а не наоборот давать ему все рычаги власти в уже дрожащие ручонки. Я думаю, что конец путинского режима близко, хотя бы по той причине, что диктатор становится смехотворен. Редактор субтитров А.Семкин